Совсем скоро мы будем делать сладкий арбуз, если не вкуснее, то уж точно симпатичнее. С мастером по карвингу будем вырезать на нем различные рисунки. Наше первое занятие состоится буквально через несколько минут, сразу после очень полезного сюжета. Дело в том, что в нашу студию обратились телезрители, которым в магазине попались некачественные продукты. Где можно сделать экспертизу, кроме Роспотребнадзора? В этом вопросе разбиралась Ольга Добриденко. За это и большое спасибо. Хлеб с песком, бумага в колбасе или плесень в йогурте – такой товар вам обязаны поменять, вернуть за него деньги или снизить стоимость. Если продавец отказывается, нужно обращаться в Роспотребнадзор или Общество защиты прав потребителей. Коммерческие организации, занимающиеся экспертизой, зачастую работают оперативнее, вышеперечисленных, но не занимаются наказанием нечестных продавцов. Если Роспотребнадзор, допустим, проводит надзорные контрольные мероприятия, принимает меры административного воздействия, мы проводим рейтинговые оценки и доводим информацию до наших жителей края, до Роспотребнадзора, в том числе для планирования надзорных мероприятий, до Министерства сельского хозяйства, до предприятий-изготовителей. Мы проводим экспертизы продукции, различные продукции. Это и пищевая продукция, и сотовые телефоны, и мебель, и различные виды продукции. Ну и направляем информацию в суды, в арбитражные суды, в судебные участки и так далее. Средняя стоимость экспертизы – 4000 рублей. Для проверки качества товара понадобится два экземпляра, если один из них вы уже вскрыли. Специалисты могут не только дать заключение об инородных частицах в продукте, также проверить состав, если, например, вас смущает вкус или запах товара. Полученное заключение вы сможете предоставить в прокуратуру и добиться компенсации за некачественный товар. Доброе утро! Мы говорим о нашей гости. У нас в гостях Люсиана Колесникова. Это мастер по карвингу. Антон, ты знаешь, что такое карвин? Карвинг, да, теперь уже давный. Очень много в жизни моих слов появляется в последнее время, удивительных интересных. Ну как в последнее время? Карвинг, скраббукинг и так далее и тому подобное. Но я думаю, что с понятием карвинг знакомы многие, а вот с тем, как это происходит, как это создается, как из привычного фрукта появляется настоящее произведение искусства, об этом знает далеко не каждый. Люсиана, расскажите сначала, что такое карвинг все-таки еще раз. Художественная резьба. С овощевым фруктом, по мылу, по дереву, по льду, без разницы. А, и по мылу, и по льду, это все карвинг. Да, это все карвинг. То есть ледяные скульптуры зимой у нас на набережной, это карвинг. Красиво все вырезано туда. Там красиво вырезано. Ну вот. А вы обычно пользуетесь арбузами? Да. Начнем? Начнем. Давайте. Я вам покажу, как, а вы продолжите. А мы продолжим. Да. Отлично. А можно, правда, что мастер по карвингу всегда съедает те кусочки овощей или фрукта, которые он отчленяет? Нет, не правда, да? Смотрите. Угу. Берем по-другому 45 градусов в одну сторону, а в другую сторону навстречу друг другу. А, и вырезаем такие штучки. Да, а потом проводим. Так, а можно с той стороны, чтобы на камеру было видно? Давайте. А, я? Да, вот так вот держать и резать вот здесь. Давайте тогда вот так мы сделаем. А, вот так видно будет. Да. Ну, я думаю, видно будет. Ну, мы все самое невкусное, арбузы вырезаем, это вполне логично обычно. Да, самое вкусное оставляем. Мне кажется, потом жалко есть это все. Давайте попробуем. То есть я что делаю? Вот здесь дальше. Наши делайте как ручку. Как ручку, вот так. И мизинчиком упирайтесь. Мизинчиком упираюсь. И навстречу друг другу. Навстречу мизинчику, Роман. Под углом. Нет, ну вот так делай. Вот так делай, вот так. Роман, ты резьбой по дереву занимался в школе? Вот я вырезаю треугольничек. Шкатулочку вырезал. Давайте теперь я его поправлю. Нет, я его вытащу сначала. Ну, давайте вытаскивайте. А вы уже поправите. То, что осталось от арбуза. Не ковыряем. Мастер спорта по карвингу. Смотрите, что я делаю. Сколько вы занимались, прежде чем у вас что-то начало получаться? Как у меня. Ну, поскольку это больше все-таки искусство, да, то поэтому сказать, что что-то не получалось, ну, это как художник рисует картины. Невозможно же сказать, что у него первая картина получилась неудачная. Ну, конечно. Это же искусство, просто с каждым разом навык нарастает и нарастает. А такого, чтобы прям было некрасиво изначально. Помните, что было первым, что резали? Ваш фрукт первый. Арбузик. Арбузик. Все-таки арбузик. Все-таки на арбузах, наверное, легче работать, допустим, если картошка или там какой-нибудь маленький, слива. На арбузе не легче, на арбузе интереснее. Получается, на арбузе можно сделать абсолютно любую надпись. У нас сейчас, получается, сезон свадеб, да, и поэтому молодожану очень активно этим пользуются. Что они пишут обычно? Украшая свой свадебный стол. Саша плюс Маша? Саша плюс Маша. С днем свадьбы. Либо кольца, например, двойные ставят, сердца, все что угодно. То есть, если арбуз большой, можно перечислить имена всех родственников, которые приглашены на свадьбу? Это уже по желанию гостей, да, конечно. А если овощи какие-то используют, то какие овощи обычно? В ленчуе должно же быть твердое. Твердое, красивое. Но арбуз, в принципе-то, он мягенький внутри, то есть, или мы работаем только вот с этой верхней поверхностью, которая называется корочка? Только с этой верхней, чтобы у нас был очень красивый контраст, иначе смысл теряется в арбузе. Так вот, такую красоту мы сделали. Так, ну это декоративный элемент, да, розочка. А можно, например, из арбуза взять и вырезать бюст Ленина, например? Можно. Можно сделать. Все можно сделать. Было в практике у вас такое? Путин был. Путин из арбуза? Путин из арбуза, да, лицо Путина. Это какой-то, кто-то обратился к вам с таким заказом? Да, это, да, нет, это организация. Так, хотим, хотим сахар, но Владимир Владимирович. Роснефть поздравляла своих коллег. То есть, да, были такие пожелания. Ну, скажите, а бывает такое, что вот настолько красиво все это вот сделать, что потом, ну, невозможно есть? Ну, чаще всего это не едят до самого последнего конца, а когда уже едят, то все-таки верхушку срезают, и она еще долго-долго хранится в холодильнике. Пока все мухи есть, как можно это дело сохранить? Ну, то есть, понятно, что арбуз может в какой-то момент начинать заводиться мушками, подгнивать, возможно, даже пованивать где-то когда-то. Можно как-то вот сделать, чтобы эта скульптура была долговечной? Может быть, заливки, лак? Так, завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник, и за счет конденсата, получается, у нас он постоянно будет в таком довольно хорошем состоянии. Ой, мы уже начали маленькие розочки, да, делать? Люсей, скажите, а вы знаете обычно, что у вас будет в конце? Или все-таки есть какой-то элемент творчества и непредсказуемости? Ну, наверное, он изначально идет, этот элемент творчества. То есть, вы сейчас работаете вот по вдохновению? Что будет в конце, мы не понимаем. Мы не понимаем. Может быть, Дмитрий Медведев? Ну, это навряд ли, уже изначально, но тем не менее. Это будет цветочная композиция в итоге. Сегодня у нас будет возможность дождаться, точнее, в течение эфира, да, мы будем периодически обращаться сюда, к нашему мастеру. Да, будем подходить к вам, смотреть, что у вас получается. И в конце увидим уже готовую завершенную работу, вот, созданную так спонтанно, с утра пораньше. Какие-то пожелания, рекомендации, вот, человек, который хотел бы приступить, заняться карвингом? Какой возраст? Когда можно начинать? Без разницы, особенно сейчас. Сейчас сезон пошел, у нас овощей и фруктов в России. Сейчас время начинаем. Берем и учимся. Вот такие вот, возможно, неаппетитные отходы производства. А все это потому, что мы сделали вот такое произведение искусства. Люсиена Колесникова, это мастер по карвингу, у нас сегодня была в гостях. И из обычного арбуза получилось, что получилось? Красота. Красота. Которая радует глаз. Красота, которая радует глаз и которую, честно говоря, жалко, конечно, есть. Поэтому мы уже обсуждаем, с какой стороны зайти к этому арбузу, чтобы все-таки попробовать вкусного арбуза и надолго сохранить эту красоту. Скажите, пожалуйста, Люсиена, где такие вещи вообще можно в нашем городе вот заполучить? Заказав в студии карвинга для фруктов. То есть вы приезжаете, на глазах изумленных людей вот это вот делаете? Можно сделать и так. Судя, мастер-классы вы проводите? Да. То есть можно научиться? Да, можно. Но чаще всего, особенно на арбузиках, очень замечательно проходят мастер-классы, потому что под конец уже у всех получается все идеально. То есть если у овощей, это морковка, свекла, там, ручки пачкаются, да, сложнее, твердо уже поднадоедает, то здесь моментально мы видим красоту. То есть за 4 часа человек создает свой шедевр, и он уже практически профи. А если дыня? На дыне не так видно контраст, потому что здесь у нас зеленый фон, белый, красный. На дыне желто-белый, поэтому не очень получается симпатичный.